Настоящая семейная драма развернулась в доме номер 14 по улице Клинической. Родственники Артема Мамата превратили квартиру в неприступную крепость и полтора месяца держали мужчину за порогом. Не может элементарно попасть в квартиру, где он зарегистрирован с 80-х годов. Потому что его мать, его брат просто его не пускают. Мало того, они еще подали иск, чтобы его вообще выписать на улицу и сделать бомжом. Чтобы не пополнить ряды бездомных и добиться справедливости, Артем обратился за помощью. По заявлению мужчины провели расследование и выяснили, что его требования на жилплощадь законны. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено два исполнительных производства в отношении должников, которые проживают в одной квартире. По решению суда, родственников Артема обязали передать ему дубликат ключей от квартиры, но они отказались исполнять это требование. Тогда в бой пошли приставы. Входную дверь им никто не открыл, поэтому Артем Мамат начал резать ее болгаркой. В этот момент в подъезд зашел его младший брат. Пожалуйста, вы сейчас нарушаете закон. Мне кажется, сейчас вы нарушаете закон. Это все законы. Что это за решение суда? Какое исполнение решения? Какое исполнение решения суда? Нет, не за решение суда. Там говорится о том, что нужно... Передать ключи. Я ключи готов передать. После долгих споров младший брат Артем Мамата передал ему ключи и владелец смог попасть домой. Оказалось, что все это время его мать была внутри. Причины конфликта в семье остались нераскрыты. Однако женщина кое-что рассказала. Он бьет с тобой с меня. Бьет он? Да, есть уже статья. Приставы составили акт о вселении взыскателя. Таким образом, решение суда было исполнено. Но, кажется, точку в этой истории ставить рано. И скоро уже родственники Артема будут писать заявление в правоохранительные органы. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Продолжение следует.